Привет, друзья! Много сегодня у меня для вас важных новостей. Поговорим в простом разговорном формате. Завтра, в пятницу, 27 апреля, как обычно, в 6 часов вечера, планируем провести стрим. Но стрим не простой, а с сюрпризом. Я вам сейчас выведу пасхалочку на экран, и мне очень будет интересно помечтать ваши комментарии. Что же там вы себе навыдумываете? Но сразу хочу сказать, что вряд ли кто-то из вас догадается, потому что сюрприз такой еще и с подковыркой. Ну и давайте теперь к главным и важным новостям. Как я уже говорил, хочу менять концепцию канала, и многие начали задавать вопросы. Говорил, а где результат? Ребят, ну поймите, что ни одна реформа не делается вот так по щелчку пальцев. На все нужно время. Но хочу сказать, что работа над этим ведется, и вы уже очень скоро увидите результат. Когда я уже для себя решил и понял, что хочу делать больше стримов, то подумал, значит, нужно их делать более качественно, а не просто сидеть на кухне, стремить на телефон и бухать. Не особо это интересно. Если уж делать, то делать серьезно и профессионально. Собственно, для этого я уже заказал игровой ноутбук. Я понимаю сейчас слово «игровой» может очень многих смутить. Скажут, что игровой, значит, будут игровые стримы. Нет, ребят, никаких игровых стримов не будет. По крайней мере, я их сейчас не планирую, речь о них не идет. Все в том же самом формате, только, так скажем, более серьезно и профессионально. Для того, чтобы можно было красиво оформить саму рамочку стрима. Все вот эти там какие-то, не знаю, бегущие строки, прочие вещи. Опять же, можно будет проводить какие-то конкурсы, розыгрыши, чтобы вы могли нормальным, хорошим способом, а не кустарным, как сейчас мы это делаем, заказывайте музыку, я ее на телефоне включаю, чтобы вы могли ее заказать нормально, чтобы она играла как положено, фоновую музыку, чтобы ставить, чтобы можно было вам клипы заказывать во время. То есть, по сути, возможности безграничные. Можно будет делать даже костюмированные стримы, если вы это, конечно, поддержите. Понимаете, вы решаете судьбу канала. Я смотрю на вашу реакцию, смотрю, что вам нравится и стараюсь это делать. Смотрел на Алиэкспресс, продают очень много всеразличных костюмов. Да, они не дешевые, я бы сказал, даже очень дорогие. Но все равно, все это реально, если вам это будет интересно. Полностью можно купить костюм Джокера, там зеленые волосы, целый костюм, а не вот этот красный который, пиджачок, все. Для Светы, я вот не знаю, как звать эту девочку, напишите в комментариях, которая такая с косами и битую. Вот, ее нарядить, например, в этот костюм. И в этих уже образах проводить стримы. Также можно в этих образах выйти на улицу, посмотреть на реакцию людей, прохожих. Можно в дальнейшем эти костюмы будет использовать. Можно пранковать ходить, делать пранки. И даже уже вот в эту пятницу на стриме я хочу протестировать одну очень интересную функцию. Я ее назвал Царь горы. Не надо писать в комментарии всякий бред, почему, для чего я ее сделал. Сделать я ее хочу для того, чтобы ваши донаты, которые вы и так на каждом стриме кидаете очень много, за что я вам безгранично благодарен. Но чтобы они еще и были интересные. И в какой-то степени даже азартные. В чем заключается функция? Давайте прямо объясню по пальцам. Например, запускаем стрим. Пролетает первый донат. Допустим, пусть это будет у нас Александр. Кинул он 25 рублей. Над моей головой появится его имя. Александр, 25 рублей. И его имя будет висеть над моей головой до тех пор, пока его не перебьет более высокий донат. Например, Владимир кинул 50, и его смещает Владимир. Владимир 50. Ну и соответственно так дальше. И в конце стрима мы уже объявляем победителя. И это будет победитель текущего стрима. И соответственно, следующий стрим будет с нуля и вот так. И у каждого стрима будет свой победитель. Что-то такая битва сезонов. То есть у каждого стрима свой победитель. Я победитель такого-то стрима. Можно нумеровать даже. Я победитель 15-го стрима. Вот такая интересная, мне кажется, функция. Сами же все прекрасно понимаете. В любом случае на каждом стриме очень много донатите. Пусть это будет просто еще и интересно. Стрим с компьютера это не с телефона. Там, по сути, возможности безграничны. И можно будет какие-то функции добавлять, какие-то убирать. Там уже, так скажем, по ходу пьесы. Просто я когда сказал, что хочу делать больше стримов, я совершенно не имел в виду, что хочу сделать формат Симонова. Круглосуточно ходить и стримить все подряд на телефон. Нет. Все, о чем я сегодня говорил, вот именно это я имел в виду. Это я и хотел сделать. И это мы сделаем. Что касается самого ноутбука. Едет он ко мне с Москвы, возможно, завтра даже уже приедет. Если он приедет ко мне завтра, успеет к стриму, прямо во время стрима сделаем распаковку. Я обещаю, я не буду его распаковывать, проверять. Потому что там проверенный хороший продавец. Ну, судя, конечно, по этим, по звездочкам, так-то я откуда, я его не знаю. Прямо во время в онлайне с вами распечатано. На свой страх и риск это возьму. 70 штук могу просвать. Да, вот сразу он цену сказал. Купил я его за 70 тысяч. Он поддержанный. Но, в принципе, у него очень хорошее состояние. Практически нулевый. У него только дата производства. 22 октября прошлого года. Получается, он только произведен полгода назад. Потом, когда его человек купил, хрен знает. И у самого продавца, получается, за перекупа, он еще сколько пролежал. Он говорит, им вообще... То есть он нулевый, как вот этот продавец мне объяснял. Он говорит, он нулячий вообще. Батарейка, ноль износа. Батарейка. А это самое главное показатель, ребят. Батарейка, ноль износа. По характеристикам. Характеристики очень хорошие. Прямо игровые, серьезные, конкретные. Я прямо им очень доволен. Ну, я имею в виду, что я на него нарвался. Всего два варианта было, ребят. Вот именно вот этой конфигурации. Там более мощные были. Но у меня просто бабок больше, как бы вот это... Не хотел больше тратить. Потому что нам еще надо обустраивать дальше, да, как говорится, студию. И микрофон хороший надо будет купить. И камеру, опять же, дорогую. Я хочу 4К, чтобы прям была. Я хочу, чтобы все было по красоте. Камеру хочу, прям вот эту вот. Не знаю, Logitech, название. 4К. У нее, знаете, широкий угол, короче, обзор. Вот это важно. Вы будете видеть прям всю комнату. Вы будете вообще все происходящее видеть. Блядь, будет круто. По характеристикам. Процессор. Core i7-11800H. Ну, то есть, Intel, да? Intel Core i7-11800H. Видеокарта Intel-овская. 3060 на 6 гигабайт. По памяти. 16 гигабайт оперативной памяти. 512 встроенного накопителя. Но самое важное, по какому вообще критерию я выбирал себе ноутбук для стримов, чтобы у него был очень хороший экран. Ребят, я не могу, я привык к хорошему качеству экранов. Я не могу смотреть на говно. Вот тот парень, который ко мне приезжал, который хотел мне продать вот этот вот ТАФ Гейминг, или как он там, он тоже был 17, ну, 17,3 дюйма большой. Но там разрешение было Full HD. Я не мог на него смотреть. У меня вытекали глаза. Я думал, господи, если я его сейчас куплю, я пожалею. Точно. Я рад, что он сорвался у меня. Я не могу смотреть. Для меня, вот, например, где-то все-таки большая диагональ. 17,3 дюйма. И Full HD смотрится ужасно. Пиксели видать. А я привык. 4К там у меня тут. Блин, короче, ладно. И поэтому для меня было принципиально важно купить ноутбук с максимально классным дисплеем. Но опять же, чтобы он был супермощный, очень сложно было подобрать конфигурацию. Потому что, как правило, либо то хорошее, либо это хорошее. Вот так вот, блин, по-идиотски вечно. Либо бери, короче, какой-нибудь ультрабук. Да, там 4К дисплей. Даже эти OLED есть. Но там производительности нет. Ну, нахрена тогда. Или маленький дисплей, или что-то. Ну, так вот. Вот это идеально подошел. Он и мощный. И у него, короче, смотрите. Дисплей 17,3 дюйма. Разрешение 2К. Ну, то есть, Quad HD. Вот. И 165 Гц развертка. 165. Там плавность все груза будет вообще офигительно. И еще, что для меня не менее важно при выборе техники. Вы даже можете подумать, что я сейчас какой-то дурак. Но для меня очень важно. Это внешняя составляющая. То есть, чтобы была вещь красивая. Для меня важно. Ребят, я не знаю. И касаемо трекпада. Я ненавижу, когда на ноутбуках смещены трекпады. Ну, обычно их смещают влево, да. Я ненавижу, у меня колотить. Я не могу. Я такое не куплю никогда. Но он должен по центру быть. Все симметрично должно быть. То есть, ноутбук, да. В середине трекпад. Возможно, у меня еще отголоски от Apple идут. То, что там все-таки так все-таки стильненько, все-таки аккуратненько. Я так люблю. И еще не люблю, когда они маленькие. Я ненавижу, когда маленькие вот эти трекпады. Многие скажут, да там мышкой же пользоваться надо. Нет, я люблю трекпадом пользоваться. В любом случае. Windows там или MacBook. На MacBook там вообще идеальные трекпады, конечно. Вот их видели, какие делают там вот такие. Ребят, там не меньше, чем на топовом MacBook трекпад. Фоточку я вам буду. Давайте я вам покажу сейчас фотку этого самого ноутбука, который я покупаю. Посмотрите, какой здесь огроменный трекпад. И что самое символичное было, представляете? Я, ребят, я просто в шоке был. Вот именно сам компьютер совпал под мой идеал, так скажем, подошел. И еще на нем, значит, была вот эта вот, получается, ну, на самом ноутбуке была вот эта картинка Джокера. Я охренел. Я думаю, ну, сука, это знак. Это реально знак. Значит, будет все нормально. Ну, и, короче, совпало все. Большой, огромнейший трекпад. Сам по себе здоровый ноутбук. С охренительно классным Quad HD дисплеем. В общем-то, короче, все классно, друзья. Я надеюсь, что все пройдет хорошо и гладко, без каких-то заминок. Ну, всякое бывает. Но надеюсь все-таки на это. И нас впереди ждет великое интересное приключение. Ладно. В любом случае, завтра еще на стриме мы это сто раз будем все обговаривать, обдумывать. Ну, а сейчас хочу со всеми попрощаться. Всех в 6 часов вечера по Москве жду на стриме. До новых встреч. Всех пока. Всех пока. Всем пока, друзья.